Как нам уменьшить нашу функцию потерь? Нам нужно взять градиент функции. Градиент функции это вектор, который составлен из производных по всем направлениям, посчитанных в текущей точке. И затем сделать шаг в направлении, которое противоположное направлению градиента. То есть, если у нас градиент направлен сюда, то мы должны сделать шаг вот в этом направлении. В ту сторону. Размер этого шага мы будем регулировать при помощи некоторого параметра. Напомню, что W0 это какой-то большой вектор, в который сложены параметры нашей нейронной сети. Так вот, если мы начинали в точке W0, мы посчитали в этой точке W0 производную лос-функции по всем параметрам. Я напоминаю, что во второй лекции мы уже рассматривали, как посчитать производную лос-функции по всем параметрам нейронной сети. Вот мы их посчитали. Сложили в вектор. Вот таким образом. Этот вектор это градиент функции потерь. И теперь мы делаем шаг. Изменяем параметр следующим образом. Мы берем наши параметры W0 и вычитаем из них некоторый коэффициент α умножить на градиент, который мы посчитали от функции потерь, в точке текущих параметров. И таким образом мы получаем новую точку, новые параметры W1. Вот этот коэффициент α называется скоростью обучения. Продолжение следует...